как меня слышно как меня видно тирасполь отлично максим отлично ну раз максим сказал что все в порядке значит ребят если у кого-то со звуком что-то не ладится или с видео не клеится значит это что-то у вас компьютер вопрос ребятам из молдовы кто вчера был на прямой трансляции семинара были ли такие плюсов нету жаль специально для вас организовывали знаю что было человек 8 11 все время колебалось количество присутствующих на вебинаре наталья назаренко херсон наталья назаренко была на семинаре на смысле на видео семинаре суммарно было 20 человек подсказывает максим отлично ну ладно я думаю что подтянутся ребята которые смотрели онлайн-трансляцию хотелось бы просто узнать как было качество я была на концерте назаренко понятно супер везет мы вот это вот устраивали понимаешь семинара наталья была на концерте хорошо ну что ну я не знаю обратили вы внимание или нет скажем так вчера пришлось вытягивать некоторые технические неполадки на семинаре я имею ввиду то что касается на семинаре вот но в целом говорят что получилось неплохо вот дело в том что у нас не было самом чека то есть мы не могли проверить не технику не аппаратуру перед семинаром по объективным причинам не буду сегодня говорить уже все про мы это проехали вот к сожалению вот ну техника как техника как обычно ну что мы что могли мы сделать сделали как ваши впечатления те кто были поставьте пожалуйста цифрами вот по десятибальной системе насколько вы оцениваете то что происходило вчера на семинаре те кто были супер оля кремень спасибо оля почему была одна где был александр вопрос на засыпку трудился наверно в голой пристани в полях в сбуривке элина спасибо ой ой что ой сколько кремень оля поставила 12 по десятибальной системе олечка спасибо огромное спасибо нам понравилось было отлично мало юмора я вам сейчас я вам сейчас расскажу парочку не переживайте это ж дело такое в следующий раз я скажу чтоб каждый шутил побольше а самое главное магнусу передам что в следующий раз когда мы будем показывать видео с магнусом чтобы он это шутил побольше ну вот а сейчас передам обязательно чтобы вот те кто поедут в киев чтобы он в киеве пошутил так будет нормально вы согласны онлайн семинар в музыкальном училище супер онлайн семинар значит таки назаренко была в следующий раз можно еще и петросяна пригласить спасибо петросяна пригласил конечно ну звоните за жванецкого я думаю я сам попробую там вам рассказать ну вот все остальное сделаем хорошо мне осталось на самом деле несколько слов сказать мы просто действительно у нас в связи с тем что были эти вначале технические неполадки чуть-чуть у нас затянулся регламент были люди которые вынуждены были в два часа покинуть зал вот это как раз то время когда было мое выступление вот и еще некоторые люди ушли немножко раньше потому что в зале оказалось прохладно несмотря на то что утром было очень тепло и казалось что должна быть теплая погода люди некоторые оделись легонечко так скажем ну всегда нужно делать ссылку на то что сидячий образ на протяжении двух-трех часов он всегда как бы заставляет пододеваться поэтому в следующий раз нужно быть предусмотрительней ну и нам наверное надо было все таки сходить в зал посмотреть и сообщить что будет такая вот но обычно всегда было тепло но мы сами удивились что немножко прохладно ну уже тоже проехали в связи с затяжкой регламента мое выступление и резонансное выступление от женщин я слышал получил выступление Татьяны Беленко оно кстати уже сконвертировано может быть сегодня к концу нашего вебинара будет готово я вам дам ссылку чтобы можно было Татьяна на выступление посмотреть завтра я думаю подготовим наше выступление а дальше в общем то можно будет в рассылке получить и весь вебинар чего мы не успели сделать мы не успели на самом деле полностью услышать выступление Максима он полностью скажем так сжал ту часть которая касалась интернета мы говорили что об интернет технологиях вам немножко расскажет Максим поэтому он дал немножко новых техник которая называется двуступенчатая система продаж и он ее тоже скажем так частично раскрыл не раскрыл полностью поэтому я думаю что мы посоветуемся сейчас вы скажите свое мнение надо ли вам будет это или нет мы попросим Макса может быть провести один из вебинаров в ближайшее время по действительно двуступенчатой системе продаж кстати говоря те кто были на вебинаре оцените пожалуйста выступление Макса очень просто интересно потому что от молодежи молодежь в захвасти если честно было вот те кто уже скажем так не первый год в бизнесе поставьте пожалуйста супер спасибо вижу очень понравилось как вы думаете нужен вам вебинар по системе продаж двухступенчатой именно с расшифровкой что это такое как правильно это организовать как это организовать оффлайн и онлайн если да значит давайте наставим сейчас плюсов Максу чтобы он это все видел вот и он тогда с большим вдохновением подготовиться например ну в следующий понедельник надо посмотреть на какое число у нас выпадает это будет еще раз 3 воскресенье 4 понедельник 11 к сожалению вот как раз наверное имеет смысл на 11 число попросить Макса потому что мы будем за границей с интернетом там проблема постоянная если вдруг там вопрос будет решен с интернетом значит мы подключимся Макс как ты насчет того чтобы в следующий раз провести вебинар самостоятельно рассказать ребятам о двухступенчатой системе продаж я тоже присоединяюсь как человек со стороны чтоб ты поставил нам плюсики или минус и тогда обосновало почему минус Макс ты нас слышишь? ну ну коли надо сделаем понятно уговорили спасибо царь Макс огромное спасибо действительно 11 число это понедельник 11 марта по просьбе всех присутствующих нас сегодня 40 человек Макс расскажет вам о системе двухступенчатой системе вообще она не просто двухступенчатая там их есть и трехступенчатая короче говоря многоступенчатая система продаж вот ее называют двухступенчатой потому что они самые яркие самые эти вот многошаговая вот он как говорит многошаговые продажи тема следующего вебинара многошаговые продажи мне еще хочется отметить тех ребят которых мы не отметили на самом деле на семинаре вчера потому что мы должны были об этом говорить в рамках программы wellness и получилось так что мы начали ужимать немножко время и мы хотели отдельно поблагодарить всех участников создания нашей школы wellness потому что школа у нас действительно получилась отличная отзывы по всей ее работе во всех офисах резонансные и поэтому я поименно не буду сейчас перечислять всех ребят но я хочу вам выразить огромную благодарность на самом деле абсолютно всем тем ребятам которые участвовали и разрабатывали каждой свою тему при создании этой школы то есть этой нашей академии wellness и отдельно от мужского клуба в том числе потому что мы тоже используем это все в своих в своей работе и по привлечению мужчин и по рассказам как это работает и как это действует но сейчас я передаю у меня уже там за спиной вы видите мелькает тень вот я передаю слово нашему как это говорит руководителю полетов с вами Рубанова Нина я возможно с вами прощаюсь я не знаю как у меня получится вот но посмотрим по подготовке видеоматериала за который я говорил если нет значит ссылка появится сразу как только будет обработано видео ссылка появится в фейсбуке вконтакте следите и вообще следите на самом деле на моей страничке на страничке макса за анонсами и за рассылки в том числе потому что мы в свою очередь со своей почты наблюдаем то есть у нас есть возможность вот наблюдать за тем вот когда кто как открывает почту я вам хочу сказать что до сих пор наверное процентов 80 ну в смысле 20 процентов из 100 почту не открывали уже несколько недель то есть как бы люди зарегистрировались ну очевидно их и здесь нет это понятно но сам факт что вот такова статистика что 20 процентов людей вообще почту за почту как бы очень очень слабо следят хорошо я вам желаю доброго вечера на самом деле еще раз благодарю те кто принимали участие в создании школы сожалею что из-за нарушения регламента мы их не поблагодарили вчера прилюдно при всем зале вот спасибо огромное но у нас еще все впереди да если наши мероприятия а как я понял получили определенный резонанс вот то мы продолжим в этом духе то есть и в следующий раз технические вопросы тоже порешаем ну за благовремя ну опыт есть опыт ребят хорошего вечера пока пока здравствуйте мои хорошие ну а сейчас мы с вами потихонечку перейдем к домашним заданиям во первых вот здравствуйте вы меня слышите отлично макс слышит или это да спасибо большое спасибо очень приятно я тоже присоединяюсь к благодарность к благодарности Игоря и особенно я хочу поблагодарить абсолютно всех мужчин вот передайте им пожалуйста какие они у нас замечательные потому что то что они сделали ну правда девчонки весело было классно и как они волновались вот мне очень видно было в первом ряду как у выступающих просто руки дрожали такое ощущение что слышно было как сердце стучит вот реально даже когда они выходили на сцену ребята это такой адреналин для них был потому что волновались все я же знаю приблизительно какие важные люди какие у них профессии какие специальности в прошлом но вот это вот волнение сцена ну конечно нужно нарабатывать поэтому я вам желаю стремительно 3,6,9,12,15,18,21 потом карьерный рост и те фишки которые нам готовит компания чтобы вы учли и использовали это в ваших интересах сразу с первого дня то есть по максимуму для ваших людей ребята и было на прошлый раз задание я сейчас очень попрошу всех ребят которые присутствуют поучаствовать в этом задании поставьте пожалуйста восклицательный знак кто умеет печатать значит у вас там посмотрите чтобы был выставлен русский язык вот поставьте пожалуйста плюсики кто или восклицательные знаки кто умеет печатать вот просто это очень важный момент так 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 отлично пожалуйста ну да если попросить тех кто не умеет печатать они так и промолчат тихо они ничего и не поставят никаких плюсиков ни восклицательных знаков вот спасибо большое еще кто-то не умеет печатать поставьте пожалуйста минус заодно и научитесь мои хорошие значит что мы сейчас с вами проделаем важное домашнее задание помните мы говорили на школе менеджеров о том что нужно написать 40 качеств людей которых вы бы хотели притянуть в свою команду которых вы бы хотели чтобы они у вас были качества которыми чтобы обладали эти люди ваши потенциальные бизнес-партнеры ваши причем домашнее задание оказалось очень важным я честно признаюсь что я еще 40 качеств не написала но вот несколько конечно я вот ну скажем так вот вот только я написала напишите пожалуйста сейчас прилагательные 33 молодец ну вот у меня при всей занятости не знаю может быть они емкие но 14 вот честно сознаюсь 14 качеств написала поэтому давайте мы это домашнее задание стремительно выполним и завтра в рассылке будет уже информация вечером о мероприятиях и можно будет записаться на записаться на следующие мероприятия от компании я сегодня разговаривала с нашим акмом и поступила информация ну они только приехали и завтра уже будет план ну такой более или менее который можно представлять вам чтобы можно было записаться на у нас либо будет начинаться академия 16 числа будет мероприятие либо это будет академия красоты либо это будет все таки такая глобальная большая лекция по продукции вот если академия то мне тоже интересно будет узнать ваше мнение с какой темы начать да давайте пока вы думаете о 40 качествах которыми вы бы хотели чтобы присутствовали у ваших бизнес партнеров все таки напишите пожалуйста тему если академия то с какой темы начинать потому что у нас на лидерской встрече как бы разделили изменения потому что некоторые говорят краски для волос потому что следующий каталог стартует с красками и хотелось бы четко понимать как использовать краски кто-то говорит что давно не было по уходу за лицом материалов кто-то по уходу за телом очень хотелось бы разобраться с этим ну вот от макушки до пяточек такое вот мнение если мы попросим классную лекцию по продукции то там конечно будут задеты разные разделы может быть мы возьмем краски и уход за телом потому что в Одессе уже эти два занятия прошли отлично вы уже начали писать целеустремленные трудолюбивые обучаемые инициативные спасибо большое краски или волнос хорошо спасибо за ваше мнение а теперь давайте ребят тогда по мере поступления задания давайте мы все таки с вами перечислим участвуем абсолютно все 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 я тоже попробую ну говорить и печатать очень сложно ну вот у меня записано энергичный эмоционально подвижный ну то есть чтобы он не застревал на каких-то эмоциях долго чтобы человек мог переключаться лояльный карифлейм из сетевому бизнесу Максим если можно набирай пожалуйста просто ну я поняла что и печатать и говорить у меня в тетради уже записано это вот на мой взгляд очень важный момент лояльный карифлейм и к сетевому бизнесу мы же составляем программу какие люди к нам притягиваются очень легко работать с теми людьми которые лояльны карифлейм и к сетевому бизнесу в целом с хорошим чувством юмора вот я просто послушала сейчас когда вы говорили что было бы хорошо вот чтобы такое чувство было у человека умеющий общаться предприимчивый командный игрок смелый как здорово да 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 коммуникабельный потом я написала умеющий общаться в интернете и в жизни это тоже самое практически что и коммуникабельный ну вот так вот выразила умеющий общаться в интернете и в жизни. Потому что бывают, знаете, перекосяк. Большой молодец в интернете или большой молодец в общении оффлайн, в жизни. А нет этого общего тандема, общего качества. А в принципе оно очень важно. Образованное уже было. Порядочный, да, очень важный момент. Это тоже важно. Потому что умеющий общаться, да, ответственный, легко обучаемый, самостоятельный. Ответственный, легко обучаемый, самостоятельный. Отлично. Обаятельный, любознательный, целеустремленный, трудолюбивый, креативный, общительный, без комплексов или работающий над собой. Да, ребята. Вот абсолютно согласна. Спасибо большое, Танечка. Потому что у нас надежда сегодня есть. Вот мне говорили надежда. Запомните меня, пожалуйста. Вот я такая живьем. Вчера подошел человек и говорит, вот я такая. А то, вот вы же не знаете, какая я. Мне так приятно было, знаете, потому что вот я вот почему еще радуюсь живым семинарам? Потому что обнять, увидеть глаза, к сожалению, на вебинаре невозможно. Вот. Затильники, массовики. Да, 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 да. Желательно, как у Валентины Николаевны, с хорошим культпросветообразованием, творческим таким. Это, кстати, важный момент, который умеет все придумывать и организовывать. Да, да, да. Тоже хорошее качество. Ребята, пишите, пожалуйста. Можно частями. Можно потом добавлять, чтобы у нас более живая лента была. Потому что, когда мы наберем уже 40-50 качеств, потому что я так думаю, что вместе с вами гораздо легче. Вот. Я еще написала «Привержение здорового образа жизни», но тут уже было «wellness» слово. Ну, то есть человек, склонный к «wellness». Если у человека есть эта составляющая, ему гораздо легче разобраться с теорией «wellness» и гораздо проще двигать эту тему, двигать это направление. Угу. Так. Максим, ты печатаешь еще что-то? Развитого логического мышления. Хорошо. Так. Я напишу красивое слово, на котором мы вчера... Вот. Опа. Английский язык у меня стоит. Сейчас. Вот такое красивое слово я написала. Сейчас я вам его отправляю. Вот. Кроме девушек, пусть будут еще и мужчины. Ваши мужчины, другие мужчины. Но пусть они будут. Потому что практически мужчины вот обладают всеми этими качествами. У них очень много логики. И если научиться правильно вдохновлять мужчин, то вот все перечисленные качества, они как раз у них просыпаются. В некоторых глубоко дремлют. Ну, девчонки, будем учиться. Что делать? Я тоже каждый день учусь. Поэтому, помните, как Томила говорила, приглашайте мужей. Не можете своих, приглашайте чужих. Это тоже эффективно. Потому что мы же зовем в бизнес, а не куда-нибудь на плохое дело. Да, открытый новому. Да, да, да. Обучаемый, порядочный. Вот действительно очень важное качество. Так, я еще смотрю, что у меня тут написано. Ребята, давайте еще раз вот хорошо подумаем. Легкий на подъем. Да, да, когда есть цели, тогда это все легко получается. Я потом ленту просмотрю, потому что для меня действительно очень важно такой собирательный образ. И, скорее всего, вот, вы же знаете, у нас преданный. Да. Кстати, преданность возникает, ребята, когда хорошо сдружились, хорошо выстроены отношения, когда отношения каждый раз строятся. Выигрыш-выигрыш. То есть игра не в одни ворота, а выигрыш-выигрыш. Способный помогать другим. Да. Хорошо. Вы знаете, вот буквально позавчера интересную мысль Ричарда Брэнсона записала. В Твиттере у меня есть интересные ребята, которые пишут, ну, всякие такие мысли хорошие. И вот одну мысль я даже переписала в свой еженедельник. Чем чаще вы позволяете людям отвечать за свои действия, тем большую отдачу получаете. Вот интересная мысль, да? Чем чаще вы позволяете людям отвечать за свои действия, тем большую отдачу получаете. Ричард Брэнсон. То есть чем больше вы поручаете людям, да, они иногда ошибаются. Вот почему я очень люблю наши семинары? Потому что очень заметен рост. Вот мне очень приятно, многие люди отметили, как вырос Игорь, как вырос Максим, как вырос Саша Дрот, потому что я помню первое выступление, он волновался гораздо больше, несмотря на то, что вчера тоже очень волновался. Как выросли девчонки, которые выходили на, поднимались на 9%, рассказывали о продукции, и какие они теперь на 18% и на 21%. Мне очень приятно, что люди помнят, кто их провел по первым шагам. Помнят своих наставников, своих учителей и отмечают это. Мне очень это всегда приятно, потому что, ребята, вот для большого бизнеса, для больших отношений, для длинных отношений, это тоже очень важный момент. Это, да, лидерство, спасибо большое. Плюсик, это имеется в виду положительный, да? Хорошо. А, я поняла, это вам понравилось высказывание. Солнечный, ищущий, волевой, любящий. Да, вот хорошее слово, любящий. Такое ощущение, что Севастополь, Каховка выполнили домашнее задание, даже не будучи на школе менеджеров один. Ну, это настоящие директора, поэтому вот они, да, опрятны. То есть, имидж играет огромную роль, ребята, абсолютно согласны, чтобы от человека вкусно пахло. Когда приходит человек, и ему не надо объяснять, что дезодорант – это современная штука, и ее нужно обязательно использовать. Особенно вот у нас очень хорошая линейка дезодорантов. Особенно вот мне нравится для тех людей, которые занимаются какими-то большими физическими нагрузками, когда они волнуются, они используют то, что использует Всемирная Ассоциация Тенниса, Женская Всемирная Ассоциация Тенниса. Но вы сами понимаете, у теннисистов такие нагрузки, что для них очень важна такая серьезная защита. И у нас это есть. Мне очень нравится эта серия. Она не подводит никогда. Вот бывает на сцену нужно выходить, и реально вот просто волнение зашкаливает. И наши дезодоранты выручают не только теннисисток, но и всех людей, которые ими пользуются. Поэтому мне тоже нравится вот ваше примечание, опрятное, потому что действительно есть люди, которые уже приходят, как будто бы они пользовались всю жизнь и ухаживали за собой. Я еще раз напоминаю то, что проговорил Володя. Буквально вот получается, что вчера мы глубоко ночью расстались перед семинаром, и он проговорил важную вещь. Когда мы спонсируем, когда мы приглашаем новых людей, бывают люди, чем труднее их пригласить, чем труднее их спонсировать, тем потом легче с ними работать. То есть бывают очень сложно. Интересные люди, ресурсные, обладающие всеми вот этими качествами, очень важное качество современные. Камара, напишите, пожалуйста, вашу фамилию. Очень хочется знать героев, потому что, ну вот вы присутствуете, Максим специально попросил, чтобы фамилия, имя была, потому что, ну действительно, это важный момент. Потому что очень приятно видеть даже вот такие вот активные моменты. Ну, если, конечно, ваша фамилия не секрет, напишите, пожалуйста. Так вот, Володя сказал, что те люди, которых трудно пригласить, с ними потом очень легко работать. И есть наоборот, люди, которых очень легко пригласить. Они практически сразу регистрируются, но потом открутят все пуговицы, и с ними бывает очень сложно работать. Володя говорит, таких я люблю на расстоянии. Вот. Тоже люблю, но на расстоянии. Поэтому, ребят, я хочу пожелать, чтобы вас хотели любить близко, хотели обнимать, хотели говорить комплименты. Говорите сами комплименты. Дарите любовь. Мне очень понравилось, когда в выступлениях некоторых ребят, нескольких ребят, звучало слово «любовь». Вот, любовь к себе, любовь к миру, любовь к своим целям, любовь к своим детям. То есть, у каждого своя любовь. И я хочу сказать, что именно это правит миром. Вот иногда к нам приходят мамочки, и уже по детям видно, что вот мужчина растет. Вот к нам приходит один мужчина, Славик называется, полтора года. Девчонки, уже сейчас видно, что растет потрясающий мужчина. Он запросто может в офисе взять девушку, любую девушку, за руку и повезти, говорит, гу, гу, гулять к дверям. То есть, вот, я не знаю, как это происходит, но, наверное, вот мама, первая женщина в жизни, которая вкладывает потрясающее состояние быть настоящим мужчиной. Мужчиной. Качества, которые потом пригодятся этому мужчине на всю жизнь. Причем это внутри. И я благодарю тех мамочек, которые, ну, мам, которые были на семинаре вместе со своими детьми, потому что, ну, действительно, очень приятно, когда тебя знакомят и говорят, вот вырах, вот уже 18, вот уже 20 лет. Ну, представляете, этим детям было 3-5 лет, когда мы только начинали Арифлей. А сейчас это уже люди, которые в команде, которые поддерживают этот бизнес. Спасибо вам огромное. Ребята, если больше вот никаких мыслей не возникло, ну, в принципе, если вы будете писать прилагательные в течение ближайших там 5-10 минут, то я догадаюсь, что вы вспомнили качества, которые необходимы для того, чтобы вы чувствовали себя по-партнерски к людям, которых вы будете приглашать в бизнес. Еще очень важный момент. Если вам нравятся какие-то качества из перечисленных, вы, кстати, своим колесиком можете возвращать назад чат. Можно, Наташа, я не соглашусь с воспринимающей критику. Значит, один на один можно говорить о каких-то нюансах. Спасибо огромное за ваше мнение. Это очень тоже важно. Но давайте будем избегать критики. То есть сразу таких людей, которых и критиковать не надо. Давайте научимся приглашать таких людей, вот, кстати, как Наташа Назаренко, которыми можно сразу восхищаться, которых вообще не нужно никуда критиковать. Вот вообще, чтобы этого не было, а приглашать людей, которые талантливее нас с вами, которые сильнее нас по... Ну, есть такое понятие, акью, да? Потому что с этими людьми интересно взаимодействовать. Ребята, с ними так весело делать дело. Я вас уверяю, вот мы уже больше 10 лет знакомы с семьёй Полежаевых. Для меня это великие учителя по жизни. Причём даже сейчас, когда мы просматриваем видеозаписи, даже сейчас мы черпаем огромное вдохновение, читая между строк то, то, что они говорили тогда. И это даёт вдохновение, даёт знание, ребята. Потрясающая фишка. Они никогда никого не критикуют. Володя может со сцены рассказывать, типа, он там что-то сказал матом. Да он даже когда матом говорит что-то, это... Хотя мне мат не нравится. Вот однозначно. Но даже когда он... Он говорит, я не ругаюсь матом, я на нём разговариваю. Ну, полковники, они вообще, как бы, ну, откуда они пришли? Уж реально не из косметической компании, не из школы, не из мединститута. Это армия. А советская армия, вы знаете, что это такое было. Поэтому, ребят, вот... Не надо никого критиковать. Просто любите своих людей. Вот как детей, как единомышленников и как часть целого. Ну, вы же себя не ругаете, а если ругаете, то это очень плохо. Потому что, если хорошо себя поругать, то температура 39-40 обеспечена. Это первый признак, когда цепляется какая-то инфекция, когда цепляется... Вы на кого-то обиделись, на кого-то рассердились и на очень близких. Это уже научно доказано. А дети болеют, если мама обиженная постоянно или папа обиженный постоянно. То есть, вот эти вот какие-то нюансы, чувство недовольства собой. Ну, что оно дает? Да ничего оно не дает. Только застреваешь на этих мыслях, попадаешь в какое-то депрессивное состояние, а потом себя нужно вытаскивать. Так вот, как раз, хорошо, если человек умеет сам из этого вылазить. Быстро-быстро причем. Учиться этому необходимо. И это абсолютно реально. Потому что сзади, как у детей, у взрослых меняется много эмоций. Вот вы видели, ребенок плачет, он кажется, ну все, такое горе, такое горе. Вот просто плачет. А через несколько секунд он уже улыбается, он уже смеется. Вот особенно дети от двух до трех лет, они уже выражают эмоции настолько вот ярко, настолько сильно. Они вот так вот прыгают по настроению. Ребят, этому надо учиться. Я сама над этим работаю, сама над этим учусь. А вы знаете, еще когда бывает вот, у вас какой-то серьезный разговор или серьезное настроение, но приходит новичок, вы должны быть в форме. Ребята, а самое интересное, что когда вы держите себя в форме, так это раз, и настроение неожиданно улучшилось. И когда это, это как тренировка, ребята. Вот те, кто когда-нибудь занимались танцами, пением, физическими какими-то видами упражнениями, спортом, вот привычка и тренировка, навык. С мозгами то же самое. Если научиться поднимать себя, вы научитесь поднимать других. Сначала идет лидерство над собой, потом идет лидерство над одним человеком, над двумя людьми, над группой, а потом над организацией. Иначе никак. И потом, когда вы хотите выйти на следующий, да, можно улыбнуться в зеркало, когда вы хотите на следующий уровень развития выйти, опять начинается с лидерства над собой. Если этот этап не пройти, то застреваешь. Это касается абсолютно всех людей. И просто любите жизнь. Вот такой, какая она есть. Поставьте, пожалуйста, спасибо, поставьте, пожалуйста, плюсики, кто едет 20 марта в Киев из присутствующих здесь. Поставьте, пожалуйста, плюсики. Так, отлично, отлично. Это вы уже при билетах, да? Это те, кто при билетах. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь человек. Восемь, девять. Так, девять не надо. А, это уже при билетах, ребята. Отлично. Десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцаток. Вы крутые. Дорохина так и не поняла. С такой улыбкой, с таким довольством. Наверное, с билетом уже и со всеми билетами обратно. Отлично. Отлично. Да. Спасибо вам огромное. Вам огромное спасибо. Потому что, судя по всему, почти все люди были вчера на семинаре, и вы уже сегодня здесь с нами. Очень приятный момент. Ну, и с сегодняшнего вебинара мы извлекли очень полезную штуку. Мы выполнили домашнее задание. Так, это все команды, группы активные. Сорок человек, сорок качеств сделали, написали. И я узнала ваше мнение насчет мастер-класса. Можно еще позвонить и тоже проговорить мне свои приоритеты, свои пожелания по поводу того, с чего мы начинаем Академию красоты. От компании будет приезжать человек. Еще раз все-таки хочу сказать, ребята, те ребята, которые по концу этой недели заканчиваются. Ну, у нас заканчивается каталог. Директора, сделайте, пожалуйста, рассылочку, напомните, что каталог заканчивается. Весна вот началась и очень много красивых штучек нужно. Там еще сковородки появлялись на складе. Поэтому обратите на свое внимание на то, что кстати, кто не получил часы, срочно пишите в компанию. Потому что часы появляются на складе, но очень быстро исчезают. Пожалуйста, пишите, чтобы люди могли забрать эти подарки и следите за новостями от компании. Так, еще один важный момент отвлеклась. Значит, да, вот мы, как и обещали, приоритетность в попадании на школу менеджеров один, вот те, кто закончили ее, те, кто прошли, на следующее мероприятие, приоритетность у тех людей, которые подрастут по результатам этого каталога, есть. Я вам скажу больше. У этих людей есть приоритетность взять с собой ключевых партнеров, которые тоже подросли. Это обещание. У нас потом будет следующий цикл. Но вот для первой группы это очень важный момент, потому что там было 50 человек, а если на академию, то там немножко есть ограничения, потому что есть, ограничения по количеству. И эти ребята в приоритете. Ребят, ну, как бы, это такой важный момент, поэтому вот так. Но списки мы будем составлять и очень оперативно будем обсуждать этот момент. Поэтому следите за рассылкой. Эту работу мы с вами проделаем до мартовских праздников, то есть, чтобы у нас уже команда была сформированная, чтобы мы уже спокойно могли объявлять даты и чтобы все было. На тайм-менеджмент тоже приоритетность для ребят. Кстати, ребята из Молдовы, у вас замечательные тренера, у вас замечательные, мне так нравится ваш тренер по продукции, просто я в прошлый раз говорила, не знаю, были вы на вебинаре, на котором я произносила фразу, что именно тренер по продукции из Молдовы входит в тройку самых сильных в мире. Это очень высокий показатель, ребята, ну и периодически она первая в СНГ, поэтому действительно очень грамотная девочка, ну сейчас у нас в Одессе будет соревноваться Юля Медведева, ее уже нет, ааа, жалко, ее уже нет, а, его тренера уволилась, е-мое, ладно, ребята, встайте, давайте сегодня вечером пообщаемся, мне вот интересно, кто ее схантил, да, это кто-то схантил ее, это модное словечко от Петра Осипова, ну, ребят, такова жизнь, очень сильных, очень умных, забирают куда-нибудь, где-то наверх, на большую зарплату, на большую карьеру, к сожалению, да, к сожалению, это так, ребятки, потому что, вот, за что мне еще нравится сетевой бизнес, да, у нас тоже есть, хорошо, Марьяна Папазоглу, давайте сегодня в скайпе пообщаемся вечером, хорошо, после вебинара, ну, есть обстоятельства, которые мы не можем изменить, ребята, вот, нужно принимать, как жизнь, есть обстоятельства, которые мы можем изменить, ну, например, разобраться самим с продукцией, и использовать те возможности, которые есть, если мы не можем изменить, принимаем, если мы можем изменить, значит, используем все силы и направляем их на изменения, это касается всех сфер жизни и бизнеса в том числе, поэтому я вас поддерживаю в вашем огорчении, но мы движемся вперед и развиваемся, ребята, для нас с вами это бизнес, поэтому нужно искать сильных людей в команде, как сказал Ричард Брэнсон, давать им самостоятельность и тогда будет огромная отдача, а самое главное, люди радуются, вот вы видели, у нас на семинаре была молодая девочка ведущая, этого ребенка даже в проекте не было, когда я начинала Ари Фейн, то есть ребенок практически вырос, и сегодня вот мы видим то, что мы видим, и естественно, когда люди выходят на сцену в молодом возрасте, они вот как раз и так воспитываются преданность, потому что когда они видят классных, улыбчивых людей, ведь фактически дети в Ари Фейн, как записаться на школу Велнес в онлайн, вы можете прямо здесь написать, кто бы хотел попасть на эту школу онлайн, мы с Катей сейчас смотрим как лучше эту работу проделать, какой график и приняли решение, что лучше стартовать после 8 марта, потому что очень многие люди уезжают отдыхать, в гости и следующий понедельник я так поняла, что вам повезет больше, чем нам, потому что мы будем за границей, вы сможете послушать Максима, ко мне подходило где-то 10 человек после мероприятия онлайн, скорее всего в других городах, вы мне напишите, как называется это, я так понимаю пишут лидеры команд и вы уже в своих местах организуете, чтобы были электронные адреса, потому что это будет отдельная группа онлайн Велнес-школа, почему там мероприятия платные, почему не для всех, потому что это время человека, которое он должен провести, ну это как тренер, ребята, и нам нужно учиться работать с онлайн тренерами, потому что допустим пригласить сюда Вадима Воловика это очень дорого, ребята, мы до сих пор никак не восстановим бюджет после последнего приезда, потому что ну в общем не собрали мы бюджет мероприятия и ну согласно договору выложили свои денежки это было больше 20 тысяч гривен, но это был наш вклад в бизнес это нормально ребята и я знаю что наверное больше всех мы этому научились и мы по-прежнему любим и по-прежнему благодарны Вадиму Воловику и мы бы очень хотели тренироваться у него потому что те знания которые он дал на теме сетевой бизнес как профессия мы используем до сих пор то есть это как 10 уроков на салфетках это как домашний кружок от полежаевых это базовые вещи и естественно они нам помогают в работе поэтому скажите цену онлайн цена онлайн вот как раз 50 гривен вообще кстати назвала 150 гривен это и этих денег стоит да 20 тысяч Макс прав семинар так и стоит у Вадима Воловика в Америке Макс абсолютно прав 2-3-4 тысячи долларов платят в Америке это у нас таких цен нет потому что у нас другой уровень другая жизнь и поверьте те бизнесмены которые тренируются ну мы с Максимом например знаем тренера который берет миллион за обучение ребята миллион рублей а есть и миллион долларов за обучение вот так то есть есть и такие тренера мы пока на них еще не заработали деньги но вот как записаться вы здесь уже задаете вопросы я понимаю ваш интерес значит после 8 марта будет четкий график у вас будет время мы еще не продумали как будет происходить систему оплаты и именно для этих людей будет онлайн школа потому что ну это же будет справедливо если те люди которые заплатили они смогут задавать вопросы а это тоже время Катина время Катя у нас специалист очень высокого рамда и нам удалось ее вот уже у него научились когда ты предлагаешь более человеческие условия для тренера для сотрудника тогда это в общем-то есть возможность переманить вот я вам уже хвалилась у нас замечательный офис менеджер и человек был стажером в одном из очень крупных банков но в силу того что мы подружились она пришла меня приглашать теперь она работает у нас в офисе офис менеджером это просто когда вы являетесь более интересным работодателем причем человек пошел на меньшие деньги Светочка будет объявление все желающие на онлайн попадут однозначно попадут если будет очень большая группа значит мы сделаем два дня и у вас будет выбор то есть либо вы приходите в этот день либо вы приходите в другой день почему это очень важно потому что письма вы будете писать свои вопросы и Катя на них будет отвечать после занятия допустим провела тему белки после этого занятия вы получили ответы на свои вопросы и еще вот для тех кто пожалуйста для меня это очень важный вопрос скажите пожалуйста вот для тех кто проявил интерес время напишите пожалуйста свое время для wellness онлайн занятий время суток то есть ну понятно что в разумных пределах ночь не надо писать вообще хорошо 20 часов остальные ребята пожалуйста ну я так думаю что отлично Максим в любое время 20 часов 20 часов 20 часов 20 часов то есть все таки это время важно да 19 это наверное маленькие дети или еще какие-то обстоятельства wellness школа будет занимать где-то час полтора ну полтора точно потому что ответы на вопросы если большая группа то наверное все таки ребята вот 20 только 2 человека написали 19 половина дня Леночка не получится это рано Валя дело в том что у Катюши двое детей и дочка заняла третье место на танцах в субботу вот в воскресенье Катя выступала на семинаре а в субботу дочка заняла третье место на танцах она совсем маленькая ребята она ходит в детский сад вот поэтому для нее как раз вот первая половина дня 20 так а это 22 19 то есть 19 может быть все лучше спасибо Валя с Владимиром за мнение да если вот допустим отвечать на вопросы и если вдруг ну займет это полтора два часа можно и первую половину дня но первую половину дня не получится потому что Катя занята она освобождается где-то вот после трех чаще всего хорошо ребята давайте вот я ваше мнение услышала увидела и давайте тогда уже вот с Катей время обсудим потому что конечно последнее слово за тренером но это очень важно спасибо большое любое да это вы пишете на английском можно переключить на русский язык и тогда легче будет понимать и догадываться хорошо так это я получила от вас ответ по тайм-менеджменту я поняла по по академии красоты мне понятно что-то еще очень важное я хотела вам сегодня сообщить поступил отзыв очень понравилась онлайн-трансляция мамочки с двумя детьми у которых температура 39 но дети все равно радостно прыгали что мама дома очень понравилась онлайн-трансляция мероприятия то есть те кто попали на него получили удовольствие жалко что кто-то онлайн-трансляцию успел посмотреть вот прибавились люди сейчас есть в аудитории ну я имею ввиду на вебинаре кто смотрел онлайн-трансляцию потому что мужчины попробовали это первый раз и для нас это тоже очень важный момент Женечка вы посмотрели Володя посмотрел с Валюшей отлично спасибо ребята очень важно за ваше мнение потому что не смогла войти да жалко жалко ребята ну не знаю что там было хорошее качество спасибо большое потому что мы сейчас пробуем практически ну все возможные лучшие технологии время идет стремительно и я очень благодарна Максиму Колпаку Юрию Журе Артему Рубанову Игорю Рубанову за то что он нашел таких классных мальчишек и за то что вот они действительно в тандеме и они друг у дружки учатся там нет таких которые вот знают очень много они обмениваются информацией и у них такой знаете хороший вихрь такой хороший ручеек хорошая синергия и я еще вечером досматривал пересматривал ясно ага а Владимир Макарь умеет даже записывать все молодец молодец вот вот у нас еще один продвинутый мужчина который молодец молодец ну ребят только те люди которые ничего не делают сбоев не бывает не ошибается тот кто вообще ничего не делает поэтому вы же каждый раз не надо огорчаться Максим вы же попробовали аппаратуру вы же ее частично запись будет вот Игорь уже пообещал вам что конец семинара потому что там выступали очень интересные спикеры и там будут эти блоки выставлены вот просили запись Татьяны Беленко потому что Максима Колпака Игоря Рубана потому что говорят есть над чем подумать между строк потому что когда люди говорят очень знаете что дают еще потрясающего семинары они дают возможность включить механизм самообучения собственные мысли включаются просто не закрыл и была возможность досмотреть ясно запись не полная к сожалению но можно пройти по ссылке которую давали на трансляцию там и запись вот так вот хорошо Максим хорошо ну эти материалы ребята поделятся буду просить потому что действительно они очень полезны и ребят нет идеала вот даже Магнус даже Мат Панквист Николас Панквист они произносят какие-то фразы и даже в записи видно что они как бы поправились но там есть переводчик который может подправить эту ситуацию и наложить другой звук ну то есть на английском люди поймут одно а на русском хотя бы чуть-чуть можно откорректировать но мы же живые люди мы же не артисты артисты те иногда импровизируют на сцене а тут вот уже работа вживую ребята я вам честно говорю волнуются все особенно когда сидишь на первом ряду это все видно вот поэтому я желаю вам оттренироваться это замечательное дело и ребят вот меня вот просто дух захватывает я едва сдерживаю чтобы не проболтаться не проговориться но нас ждут великие перемены постарайтесь четко посмотреть что компания делает в наших интересах что компания делает в ваших интересах то есть для разных категорий людей для разных ступенечек будут потрясающие новые фишки и это еще не все то есть компания продолжает работать над множеством предложений которые собрали 115 регионов 115 стран 115 мира и это движение будет постоянным потому что только та компания только те люди которые работают над собой работают над своим развитием вот они и будут у руля в этой жизни те кто останавливаются это как на эскалаторе они скатываются вниз если не работать над собой если не развиваться ржавеют мускулы вы помните однажды Томила рассказывала такой случай когда провели эксперимент абсолютно здоровому человеку за большие деньги руку поместили в гипс и через полгода пришлось разрабатывать руку потому что она занемела она просто эксперимент научный вот это был эксперимент не у нас но очень за большие деньги но иногда люди соглашаются на такие эксперименты поэтому вот вчера говорили о макдональдсе если ходить утром вечером и на обед в макдональдс то проблемы гарантированы это тоже научный эксперимент и за большие деньги люди соглашались и потом восстанавливали свое питание поэтому в эту субботу 9 марта школа wellness новая группа стартует в 12 часов ознакомительное занятие в 2 часа можно и не вредно кушать согласна можно выбирать конечно если разобраться да 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 можно ребята про школу wellness значит в субботу в 12 часов ознакомительное занятие 9 марта в 2 часа стартует уже группа поэтому те люди которые придут или приедут из хотел сказать из Подмосковья из Подхерсона или откуда-то рядышком они могут попасть как раз на эти два занятия ознакомительное занятие и одно занятие из школы абсолютно бесплатное то есть можно посмотреть можно познакомиться с тренером но я насколько поняла Катя уже понравилась всем и признали ее авторитет ее степень знаний ее уровень компетенции уже бесспорный и мне очень приятно я еще раз благодарю не знаю есть у нас победители школ сегодня на на вебинаре но действительно люди поделились своими впечатлениями своими результатами ну не каждый человек сознается что минус 20 килограммов и вот сегодня вот он такой и продолжает над этим работать нет числа ступеням мастерства огромный привет от Владимира Полежаева всем два с половиной часа два часа сорок минут ребята живого общения это просто потрясающе потому что ну вот каждый раз даже если слышишь какие-то истории которые повторяются все равно из них можно извлекать уроки потому что учиться у наставников это бесконечность никогда нельзя останавливаться ребят я вас очень-очень люблю спасибо вам огромное всех девчонок поздравляю с 8 марта которая приближается для меня весна это вообще вот она может начаться в любое время года но вот уже когда совсем весна настоящая весна это круто весна в душе я хочу чтобы у вас были любимые мужчины делайте их любимыми говорите им комплименты потому что это взаимодействие я хочу вам пожелать синергии счастья изобилия здоровья чтобы в вашей жизни происходили удивительные ситуации чтобы были такие страницы которые захватывают дух и чтобы вы вспоминали их когда вам будет 100 лет минимум потому что волна с вам поможет в этом я вас люблю и вы ничего с этим не поделаете хорошего вам вечера и вашим близким и до новых встреч 11 нас не будет но ребята следите за рассылками потому что как только мы прознаем новости это может быть 12 или 13 в прямом эфире я вам расскажу абсолютно все новости договорились? а те кто поедут в Киев они услышат местные новости потому что оказывается для некоторых стран будут еще какие-то дополнительные новости в зависимости от экономики и политики страны что-то будет сверху поэтому ребята обязательно получат супер мега энергию ребята у меня еще одна такая просьба спасибо за поздравление пожалуйста завтра вечером проверьте почту от нас хорошо? потому что завтра вечером я думаю что будут кое-какие новости те которых вы ожидаете хорошо? вот это вот важное то что я хотела сказать обязательно пожалуйста проверьте завтра вечером почту хорошо? и прочитайте наши письма хорошего вечера и еще раз пока-пока